Всем привет, ребят, с вами я, Рыманов, и ребят, и сегодня, ребят, мы продолжим смотреть, ээээ, сериал только какой-нибудь под названием Метал Фэмили. Первый сезон, пятая серия. А-а-а, ненавижу. Какого чёрта я должна надевать это говно? Это очень важная церемония, Вики. Боюсь, в пристойном виде нас на неё просто не пустят. Хе-хе-хе, в пристойном виде. А, чёрт. Хо-хо. Вот тут. А, чёрт. Хо-хо. Вот тут ещё складочка. Да кто её увидит? Увидят. Да. Нормально? Идеально. Ну, и как я выгляжу? Устрашающе. Креплесно. Итак, у нас есть ещё 15 минут. Я пошёл одеваться. Надеюсь, во что-то такое же нелепое, как у меня? Да. Не терпится увидеть. Глэм? Уже 20 минут прошло. Где там твою жопу носит? Боюсь, в машине будет тесно. Так вот, что за нелепый наряд ты себе выбрала. Мужское совсем западло одеваться, да? И не забудьте про плавное торможение. Моей жене не нравится, когда резко тормозят. Виктория. Это моя сестра Лидия. Я говорю, что она приедет. Лидия. Это Виктория, моя жена. Я догадалась. В машину. Водитель ждёт. Я вообще-то не очень люблю на заднем сидении ездить. А можно я на переднем сидении пересяду? Нет. Но почему же? На переднем сидении у нас ездят либо водители, либо охранники. Думаю, её вполне можно считать за... Считать не устанешь. Считать мне предстоит много. Я ожидаю 99% наследства. Глэм, а нам там что-нибудь светит? Ммм, не думаю. Так нахрена нам переться на эту унесительную процедуру? Чистая формальность. Члены семьи обязаны присутствовать на этой церемонии. Ха, член семьи. Завещание! Заверенное 30 января этого года. Читаю дословно. Я, Густав Швагенвагенс... Простите, продолжайте. Завещаю моей строгой и целеустремленной дочери Лидии следующую часть моего имущества. Далее по списку. Поместье общей площадью в 32 гектара, два особняка на улице Шолд, четыре Роллс-Ройса, все 98-го года выпуска, два Мерседеса Макларен, коллекцию картин общей стоимости в 2 миллиона долларов, золотые украшения общей стоимостью 4 миллиона долларов, а также 89% акции на мою фирму по производству бильярдных шаров. Офигеть. Далее моему племяннику... А как же яхта Кэролайн? О, о, извините, но тут ни слова о яхте. Вы, чертовы идиоты, не можете даже правильно составить документ. Немедленно займитесь вопросом о собственнике яхты Кэролайн. Даю вам три дня. О, хорошо, мисс Лидия, мы все проверим. Яхта, блин, ты ей на Титаник бабла хватит. Далее, своему племяннику Валину я завещаю мои золотые часы. Ну что ж, все вышло как я и ожидал. Никаких сюрпризов. Себастьян! Что? Своему сыну Себастьяну я завещаю коробку 37. Открывай ее скорее, ключи от яхты нам не помешают. Если там документы на яхту, я отсужу ее у тебя. Ты это знаешь. Остудилка не выросла. Распишите здесь. Я даже рада, что она решила нас не подвозить. Не, ну ты прикинь, там одна дурында в наследство миллионы получила. И еще недовольна, типа яхта куда делась. Ну да, бывает. Эй, Глэм, что там в коробке-то ты не смотрел? Нет, мне неинтересно. А мне интересно. Скрой хоть для приличия. Хорошо. Глэм, что там? Что там? Глэм! Ты че, ты что там? Глэм! 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 Ребят, продолжаю смотреть сериал Метал Фэмили, уже шестая серия. Ребят, I'm sorry, я не смог себе чайок заварить. Это очень плохо. Чайник, было лень заваривать. Так, сегодня, здесь металлики. Так, это здесь. Незабываемые впечатления, таинственная и жуткая атмосфера, сложнейшие загадки, а также великолепная игра актеров. Проклятый замок! Или замок, что куда более символично, учитывая, что загадок с замками нам явно не избежать. Здравствуйте, вы записаны? Да, на 14.30. Проходите за ожидание, приятной игре. Воу, прям как дома. Мне кудряш Коли рассказал, что он посрался на этом квесте. Интересно, где именно. И зачем тебе это знать? Хочешь посмотреть на место, где лежало его говно? Так, дети, следите за вашими языками. Мы не выражаемся в общественных местах. Да чё я такого сказал? Один срал, второй говно! А мне потом из-за вас... Ой. Всё в порядке. Это воспитательный процесс. Можете располагаться на диванчиках, чай-кофе бесплатно. Ваша игра начнётся через пару минут. Хочу обратить ваше внимание на правила поведения в нашем квесте. Со стеночков и потолочков ничего ломать, отрывать не нужно. Если конструкции предусмотрены движения, поднятия или механические действия, они не будут требовать большой физической силы. В каждой комнате есть кнопка подсказка, если загадка окажется слишком сложной. В игре участники будут разделены на две команды. Вас как раз четверо. Можете разделиться на родителей против детей или на девочек против мальчиков. Эй! Это же будет трое против мамы! Действительно, хорошие игры. Странная какая-то. Странные какие-то. От папашного взгляда мне вообще мурашки по коже. Давай быстрее. Твой выход. Как же вовремя-то все заболели, а? Мы ставили нас тут вдвоем на эту смену. Да. Ну все, я готов. Следи за мониторами. Ага. А если команды две, значит они типа соперники, и значит кто-то проиграет, а кто-то победит? Ну, это очевидно. Квест — это лабиринт. Кто выберется первый, тот и победил. Ну что? Думаю, играть сюда пришли. Прямо обложка отопси. Ага. The Headless Street Wall. Молчать и слушать меня! Идет за мной. Только одна команда покинет это место, сохраняя свои ничтожные жизни. Вы готовы? Ну что ж, похоже, нам вниз. А прикинь, если сюда заманивают людей, типа квест пройти, а на самом деле тут не квест, а реально людей убивают. Так и есть. А? Я давно искал это место. Здесь сотни людских жизней были оборваны. А вот поэтому я и не стал мобилу сдавать, а то вдруг там... Тссс! Тут действует древняя магия. Будь осторожен, воин. Держи меч наготове. Да, мой король. Какой король? Ты чего и я спадался? А кто ты тогда? Я лич, а ты мертвец, которого я воскресил. Слушаюсь, Ханферайм, победитель. Кто там ты? Не, ну вот всё понятно. Эта дверь закрыта, и нам надо найти какой-то тайный рычаг, ну, чтоб дёрнуть, и дверь открылась. Так и есть, Вики. Помню, в каком-то фильме нужно было кирпич потянуть, и дверь открывалась. А раньше это я вот так пускакивал. Что за дешёвый трюк? Я чуть кулак си не отбила. А раньше это я вот так пускакивал. Что за дешёвый трюк? Я чуть кулак си не отбила. Наверное, просто пытались отвлечь тебя. О, точняк. Хотят меня с фондовойки сбить. Видимо, я на верном пути. Ну-ка, потянем этот. Не, номерство. А если этот? Да вот дерьмо. Так можно целый час сойти на эти кирпичи. По-моему, вон тот кирпич выглядит. Рассказывай. Дай я сама. Хм, если бы я хотела спрятать кирпич. Хм, если бы я была кирпичом. Что это за звук? Вики, у тебя получилось. Ты потянула нужный кирпич. Хм, я его не просто потянула. Я его с корнем вырвала. А говорили, хитическая сила не нужна. Умеют запутать. Так. Я пойду первый на случай... Блин, чё так долго? Мы 15 минут играли с Хэви в Некракал. И где он сейчас? Помогите! Какой-то сраный лифт разделил меня с братом. Мать! Хэви? Похоже, в середине игры команда перемешивается. И теперь мы играем против Вики и Хэви. Иди все загадки разгадывал. А я даже не понимал, что он делает. Хм, значит, у нас равные шансы. Ведь с тобой мама. М? В той комнате с папой я лично разгадала сложнейшую загадку с кирпичом. А папа все это время стоял и даже не понял, как я это сделала. Хе-хе. А дэкстром это сурсум. То есть сначала вверх, потом вправо. Прикинь, тут на стеллаже латинский словарь. Типа, если бы мы не знали латинского, пришлось бы искать нужную книгу. Тут какие-то надписи. Может, они что-то значат? Не будь дураком, Хэви. Хм. Они просто пытаются тебя запутать. Мать моя женщина, эта кувалда была привалена к стене. Как тут микрофон включить? Там кнопочка возле ресета. Ресет, ресет. Мам? Вот и ключка выхода. Да, но вот когда Ди продвигался, всякий раз ты сопровождался каким-нибудь... Да нет, это и есть ресет. Ты игру призапустил. Рядом кнопка. Это ли не знак? Кто-то еще сомневается? А? Свет! Я вижу улицу! А я думала, будет скучно. Хе-хе! Мадам, пожалуйста, положите кувалду и не применяйте физическую силу. Здание очень старое. Хе-хе-хе-хе! И кирпичи, не дергайте! Хе-хе-хе! А-а-а! Господи! Ее надо остановить! Вызовай пока полицию! Ну, в принципе, я здесь уже могу пролезть. Эх, не, для меня пока узковато. Ты давай пролезай, а я еще пару раз врежу и за тобой. Так, прекратите прохождение! Сейчас, так, сейчас крышку найду. Это же ООО там все! Если он зайдет сюда до того, как мы отсюда свалим, мы проиграли. Блин, а ты еще в дыру не пролезаешь. Что же делать-то? Вот что, Хови. Это командная игра. А раз мы в одной команде, то мы должны постоять друг за друга. Ведь если проиграет команда, проиграет каждый из нас. Игра закончена. Долби стену! Я держу дверь! Какого чуру! Давай быстрей! Дверь выше! Еще разок! Готово! Это как? Цел? Ага. А? Какого хрена? Вы закончили раньше нас? Да. После миксования команд мы с папой установили рекорд, пройдя оставшийся квест за 2 минуты 14 секунд. Но... Как вы умудрились так быстро стену разбить? Да не надо, там было... У нас были другие задания. Но вообще-то это не честно. Хе. Зато знаешь что? Даже несмотря на то, что вы прошли быстрее, чем мы с Хови, мы были круче. И мы были командой. Ага. Уверена, что ваше быстрое прохождение представляло себя скучное зрелище. А вот мне и Хови было реально здесь. Да, Вики, тут ты попал в точку. Нам было скушено. Да потому что вы играть не умеете. Вот ты знаешь, как выберем кирпичу? Сначала нужно отправить... Ребят, не знаю, может быть сегодня Синим Димой тоже серии посмотрю, или только на шестой остановлюсь. Посмотрим, короче. О, помидоры. Я тут на чердак залез и гитару там нашел. Она тебе нужна? Нет, делай с ней, если хочешь. Отлично. Итак, для начала устроить поудобнее. Держать руки правильно очень важно. От этого будет зависеть качество вашей игры на детали. Если звук нечистый, отпустите пальцы, дайте им отдохнуть. Затем снова сожните в лоточку. Расставьте держать струны. Так. Движение не обязательно должно быть быстрым. Это простой шутеребор. Вы не будете выгоднавать. Вторая, первый лад. Третья, второй лад. Первый лад. Не могут нормально показать, как играть. Гитаристы, чертовы. Дышь, дышь. Чё за дрынь-дрынь? Откуда у тебя? Ты зашёл без стука. Мы договаривались, завтра моему сдень. Блин! Дураккий стук. Опять я целый день твою попсу слушать. Сам ты попс. А можно мне попробовать? Валяй, а я посмеюсь. Ты сидишь неправильно. И пальцы у тебя слишком короткие, чтобы играть на такой гитаре. Хрена себе, какие струны жёсткие. Ещё бы. Смотри, кровь сотрёшь. Будешь ныть потом. Я видел в клипе, как пальцы на струнах держали. Вот как-то так. Пальцы надо держать молоточком, чтобы был идеальный имень. А правой рукой он делал что-то вроде... Да такой ритм, ты будешь учить. Ну что-то вроде... Эй, блин, как пальцы-то режут. Ну нафиг твою гитару. Пальцы натру, не смогу нормально мышц держать. Можешь мне помочь? Ты должен понимать, что у тебя нет музыкальных способностей. И ты не станешь жиме Хэндридсом или Киргалом. Я знаю. Ты можешь научить меня играть на гитаре или нет? Я могу. Когда? Через 10 минут. В моём кабинете. Отлично. Начало занятия через 3, 2, 1. Итак, гитара это музыкальный инструмент, состоящий из корпуса. Грифы, пятки, верхние и нижние деки. Короче, ознаком с теорией. Давай пропустим это второе занятие. Хорошо. Тогда начнём с того, что убери то, что ты назвал гитарой, куда-нибудь в сторону. И возьми гитару. Одну из твоих? Гибсон. А, обычно ты даже смотреть на них не спрещаешь. Но сегодня особенный день. Сегодня ты осознаешь, насколько ты бездарный музыкант. Сядь прямо, так чтобы было удобно, не положи правую руку на струны. Сядь прямо. Ты можешь сядь прямо? Да прямо я сижу. Так чего же ты молчишь? Казал бы. Так, сыграй ми. Ми, ми, ми это что? Это нота? Сядь эту ноту. Где она? Ха, ну и дела, Адии. Ты не знаешь нотную грамоту. Вот же она. Она на гитаре, как её сыграть? Открытая струна. Первая или шестая? Хорошо. Упринь большим пальцем в пильную сторону грифа. Согни указательный палец, так чтобы он не задевал соседние струны. И зажмешь шестую струну на первом ладу. Вот так. И дёрни её. Звук должен быть чистый. Это не чистый звук. Звук не чистый. Ди, ты цепляешь соседние струны. Это не чистый звук. Нечистый. Ты вообще способен? Ой, извини, профессиональная привычка. Дёрни ещё раз. Ну, и сойдёт до первого раза. Теперь делаем так. Располагаем четыре пальца на четыре лада. Затем по очереди отпускаем и зажимаем струну на ладах. На каждой ладу звук должен быть чистый. Да на это вечность уйдёт. А куда ты так торопишься? Ди, можно как-то без этих палец-палец-палец-чистый звук. Нельзя. Да, если хочешь играть на гитаре. Я хочу, чтобы я мог взять гитару, быть на улице и... И показать всем какой-то ни в чёмный гитарист, опозориться самому, опозорить меня. Да я просто хочу учиться играть пару песен. За одно занятие не получится. Ну, Оля, ты как-то получил с первого раза сыграть скрим? Это потому, что он неизменимо талантливее тебя. В плане музыки. То, что Хэппи выучит за один урок, это за пару месяцев. Причём с большим трудом. Я предупреждал, что у тебя нет музыкальных способностей. Да-да, не надо мне это повторять. Я так знаю, что я бездарность. О, Ди, как возможно это было слишком грубо. Извини, не злись на меня. Я не злюсь. На тебя. А, здорово, деваки. Давайте с автоматикой, только чё дай табак. Ха-ха-ха, ну да. Блин, пацаны, прикиньте, если он не первой катар в руке взял. Это оказывается так просто. А ещё говорят, что этому не получится, надо вид потом. Блин, просто как? Слушай, что-то говерает. Нет, не зайдёт, что в жизни это лопает. И слушай, я за пару минут скорее подобрал, то тебе, наверное, уже как вам дарят наяривать. Ну что ж, ребят, восьмая серия. И последний на сегодня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, тётя Котан. А моя мама... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двести баксов, с***а! Ни одна баба не может обыграть мне в дартс. Значит, я буду первой. У-у-у-у! У-у-у-у, у-у-у! У-у-у-у! У-у-у-у! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Виктория побеждает! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас имеем право отыграться! 400 баксов! О-о-у-у! Давай, кто сильнее вмажет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоп-стоп-стоп-стоп! Кто сказал, что можно бить такой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А кто сказал, что нельзя? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Виктория побеждает! Виктория побеждает! Мне нужно к ней! Последнее, чего я сейчас хочу, это протискиваться с тобой сквозь всю эту мужскую вонючую прослойку! Ненавижу! Учти, что я это делаю ради Виктории, а не ради тебя, сопляк! Пойдём! Итак, финальное соревнование! Победитель получает всё! Виктория! И сейчас! Я тут Хэви встретила! Он хочет тебе что-то сказать! Домой, Валент! Хэви! Блин, брат, ты почему всё ещё не дома, мать твою? Я сразу после школы домой пошёл! Заглянул только к Кудышу, чтобы домашку сделать! А потом обнаружил, что ключей дома у меня нет! Что? Ты ключей опять п***ал, мелкий ты говнюк! Нет, скорее всего, я их дома забыл! Ну и позвонил бы Ди, он бы тебя открыл! Я ему звонил! Он сказал, что у него до 11 дома не будет! Ах, он выродок! Опять он бы просто свалил хэр знает куда! Вообще-то он спрашивал, и ты ему разрешила? Да, ну да! Ладно, подожди секундочку, сейчас домой вместе поедем! Вали к своей блондинке! Кто это с***нул? Кому б***ь бошку оторвать? Я, мне оторви! А, это ты! Вали к своей блондинке! Кто это с***нул? Кому б***ь бошку оторвать? А, ну да! Ладно, подожди секундочку, сейчас домой вместе поедем! Вали к своей блондинке! Кто это с***нул? Кому б***ь бошку оторвать? Я, мне оторви! А, это ты! Ну ладно, п***ь с тобой! Победитель Виктория! Е-е-е-е-е-е! Ах ты еж, эта с*** добираешься с б***ь б***ь! Да ладно, ну ладно! Серёжа! 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 Серёжно! Так, давай ещё раз! Пэринг! Пэринг! Фридм! Фридм! Ничего? Нет! Блин, может, её потрясти надо или... А, там же микрофон. Надо, наверное, чтобы в микрофон звук шёл. А ну-ка, давай-ка. Вики, Вики, Вики. О, я что-то слышала. Это ты сказал? Нет, Вики, это я, Анна. Ты опять мне звонишь. Чёрт, отрубаюсь. Давай, Пановый. Ага. Мам, а ничего, что ты садишься за руль после пивного конкурса? Пиво было без алкогольным. Поэтому оба и блюванули. Пэринг? Пэринг. Почему гламоток просто получается? Есть! У-ху! Аллилуйя! Мам? А что ты сказала Баку, когда подошла к нему? Да ничего, просто попрощалась. Ну и долю ему отдала незаметно. Какую долю? Ну, мы ведь построили это всё. Ну, знаешь, шоу устроили. Он мне поддавался. Но как? Это же твои друзья! Не, Хэппи, они не друзья. Вот Баку не друг. Мы с ним остались друзьями. Вначале мы там ходили. Но ведь это твои знакомые. Я их знаю, ты их знаешь. Они из твоего клуба. Ты их всех отманываешь? Эх, послушай, Хэви. Если человек готов на что-то поставить деньги, значит, они у него лишние. А у меня лишних денег нет. Нет, краберата надо на новую покупать. И штрафа оплачивать. А вдруг кто-то поставит свои последние деньги? Значит, он идиот. Идиотов мне не жалко. А дитя она тоже идиот? Нет, у него как раз лишние деньги. Только вместо того, чтобы их прозрать, она ставила на меня. И весь выдержок в итоге прошло 30-ти физически д***ой. Я всё слышала. Субтитры сделал DimaTorzok